Апостол Павел Конечно, когда мы говорим болеть за команду Христианин понимает, что речь идет о пристрастии к этой команде Какая разница, кто забьет мяч Если ты любишь красивую игру, то ты смотришь ради красоты Но мы люди страстные, мы так не можем Поэтому надо себя проверять Не пристрастился ли ты к этому излишне Сам по себе вид спорта Конечно, кто-то считает, что это сомнительно времяпопровождение Но если футболист от своего иногда очень незаслуженного и большого жалования Занимается благотворительностью Помогает, допустим, детскому дому Или восстанавливает храм Или помогает дому престарелых То это будет ему во спасение И то, что вы купите билет, тоже пойдет на благотворительность Хотелось бы, чтобы это было так Но сейчас, к сожалению, большой спорт Все больше и больше становится политикой И все больше и больше становится Столкновением страстей И прежде всего Столкновением страстей, связанных с сребролюбием Потом надо понимать, что большой спорт очень сильно калечит людей Не только физически Вот представьте себе, вам 21 год И вы чемпион мира Олимпийский чемпион И в той среде, в которой вы живете круглые сутки В спортивной среде Все вас носят на руках И вы там кумир И вы искушаетесь этой гордыней и тщеславием А вот вам 28 или 26 И вы травмированы И от вас просто отказываются Вы больше никто А вы заражены таким тщеславием И такой гордыней Что с вами никто жить не может Потому что вы считаете себя Что называется, воспаленным пупом земли Как жить с этим? Если человек умеет проигрывать Спокойно к этому относится Может быть, это его не ранит Поэтому современный вид спорта Он несет в себе и по направлению к зрителю И по направлению к тем, кто в нем участвует Несет в себе очень много духовных опасностей Поэтому лучше заниматься чем-то другим в жизни Хотя осудить этих людей У меня, наверное, то, что они занимаются прямым грехом У меня язык не повернется Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!